Цветы с утра, как поцелуи, раскрыли лепестки во сне. Зачем уходишь, ты ведь любишь, а я скучаю по тебе. Ребят, всем доброе утро. Мы проснулись. Короче, буду, наверное, пробовать ввести блог, родными льва. Голос такой. Я готовлю завтрак. Вишенку. Такой вот у нас сегодня праздничный завтрак, потому что на сегодня с моим любимым мужем годовщина 6. Покажи один, мне не хватает. 6 лет. Вот, наша со дня свадьбы. Так что мы будем завтракать. Короче, не знаю, как я сегодня смогу ввести в блог или нет, но я начала. Короче, всем привет. В общем, Игорь уехал на рынок, там колесо покупает. У нас собралась, и мы с ним поедем за продуктами. Мама, короче, свою коллекцию раздербанила этих космополитенов, я потом вам покажу. Посмотрим вместе потом. Пока она просто все достает, вот, а потом покажу. У нас время уже пол 11. Так, я пока мельком покажу вам. И Игорь приехал, мне привезли цветочки такие вот, розовые с белым. Вот такая стопка, но мы потом разложим, покажем. Мы покажем вам. Так что да. Так, ну что, мы выдвигаемся с бирожками в магаз. Так, мы на закупке, короче, выходим, тушим драшками. Сколько стоит? Короче, сделали закупку, прям такая жара. У нас тут много пакетов Игорь поделся. Одну партию отвезти. И потом, короче, ты не видишь, и за мной еще два пакета. Что-то как-то мы не дрыж стали. А у него еще этот вот спец сломан, и колесо надо менять. И он на другом, и там корзинки нет. Так что стою и его жду. Так, ну что, показываю вам закупку. В общем, мы составили с мамой меню и купили продукты. Вот, ну, я думаю, что там папа там тоже нам по деньгам добавит. Потому что мы на всех как бы... Мы купили хлеб толстовый, батон, хлеб на сухари, лаваш, печенье к чаю. Я булочку захотела, дефир какой-то был такой вот. Рулет. Кстати, так давно не ела такие рулеты. Вот, мы взяли голени, филе, сахар, соус, молоко, кефир, десерт, майонез большой, сок маленький. Игорь минералку захотел. Карбонат, сметанку, сыры. Сыры для готовки берут эти прям дешевые, нормальные они. Хочу делать мимозу, взяла сардину, икринку, паштет, колбаски разные набрали. Тут Игорь выбрал фарш. Два таких по скидке, плюс такой. И еще взяли фарш говяжий. Игорь будет делать пельмешки сегодня. Сегодня такой вот сардельки, семечки, сухари, чипсы. Какие-то новые запеченные картофелем, маслом и перцем. Лук, бананы, авокадо, апельсины, лимон. Капусту будем тушить с мамой. Корм кошачий, целый пакет. И еще взяла, я говорю, по скидке, был шампун. Кстати, Котя, по скидке был, взяла тебе. Скоро у тебя закончится. Капитан. Был по хорошей цене. И я взяла себе косметички, потому что у меня вот такая была, она уже вся гадкая. И плюс еще две вот такие, может быть, как аптечку в дорогу. Ну и так вот косметичка. Короче, были по хорошим ценам, я взяла. А то я все никак себе не организую. Но, в принципе, все. Все показалось. Сейчас нам все это надо разобрать куда-то. Так, ну что, мы все разобрали. Так. И будем... Я буду обедать, Игорь там дела делает. Он в кухне убирает, колесо менять будет. У меня макароны, индейку мы вчера с гречкой сделали. Вкусно было. Помидорки, чебурек. Мой обед прям полноценный. По обеду отдохну. Потому что у меня в 4 будет созвон. Так, ребят, ну что, я поспала. Что-то прям как-то не супер себя чувствовала. Ну, в общем, так себе. Что-то поход температура опять была. Я не мерила. Игорь пишет. Игорь пишет, сейчас придет сюда. Он там убирался. Что он еще? Ну, короче, там убирался за котиками. Сколько нас не было. Там никто не пылесосил. Вот, все там убрал. Мама на работу поехала. Игорь сейчас придет. Будет сегодня делать перемешки. Кстати, по-моему, не говорила вам. У нас вчера была с Игорем годовщина. 6 лет, как мы поженились. Чугунная свадьба. Вот. И мы вчера ничего не отмечали. Потому что болеем оба. И как-то вообще вчера не до чего. Игорь, температура вчера была. И я как-то уже думаю, ну ладно. Как бы не всегда же праздник. Иногда вот. Любовь это быть вместе. И когда и со здоровьем не очень. Так что, ничего. Вот. Хотя прошлый год вспоминаю. Если вы помните, мы после моря приехали тоже. Все болели. Вот, тоже болели на годовщину. Мы на крышу ходили в ресторан. Я помню. Я себя так все чувствовала. Ну ладно. Бывает. Вот. И в общем, 6 лет нам в этом году. И мы вчера вообще ничего. Провалялись целый день. Ну, Игорь, температура вообще никакое состояние. 36,6 у него. Ну, тоже такая, как у меня, в принципе, до этого. Вот. Мне вчера было полегче. Сегодня что-то не очень. Прям, не знаю. Может, то, что мыкалась в магазин. Может, как-то перенапряглась. Потому что мы прям долго. И плюс тяжелые пакеты везли. Не знаю. Ладно. Выспалась. Сейчас 2 часа спала. Нормально вроде. Сейчас сижу. И когда ты долго что-то не делаешь, ты такое прям не знаешь, как вспоминаешь. Это я про влоги. Я что-то уже запуталась, какой я влог монтировала. Надо мини-влоги озвучить. Ну, блин, такой голос у меня противный. Как-то назвучу. Сопли еще, короче. Кашель сейчас какой-то. Откашливается эта вся мокрота. Ну, короче, тебе получше, но не айс еще пока. И мы вчера просто кушали гречку на ужин. С индейкой сделали подливочку, гуляш. И чебуречков нажарили. Просто таких готовых разогрели. Вот. И папа на работе был. Мы никак не отмечали. Сегодня, в принципе, тоже не отмечаем. Перенесли на субботу. Думаю, может, и нам по здоровью полегче будет. Лучше так. Вообще, к нам должны были гости приехать. Ну, к родителям. Папа. Папин брат. Как в прошлый год. Сыном. Но. У них вообще с машиной. Они не приедут. Завтра приедут. По-моему, в воскресенье так выезжать. Вот. Мы как думали, они приедут. И все, посидим. Мясо поедим. Но мы не стали сильно планы менять. Все равно будем делать мясо. Короче, купил Игорь мяско. Завтра будем жарить шашлычок. Вот. И поэтому сегодня Игорь поехал за колесом. Он мне еще такой говорит. Давай, короче. Я сначала сгоняю за колесом для велосипеда. Привезу его. А потом вместе в магазин поедем. Думаю, что тут 10 раз мотаться. Ну, ладно. Говорю, давай. А он приехал, купил колесо. Мясо купил сразу. Потому что пятница. Это день рынка у нас. И нам с регионов. Ну, с области, короче. С района приезжают люди. С соседних сел. На всякие закупки. К школе и так далее. Каждую пятницу. Вот. И он, короче, уехал. Купил мясо. Сразу колесо. И цветы. Я не знаю, как он еще вез. Ну, вот. Привез мне цветочки. Стоят. Вот тут вот стоят. Красота. Я хочу журналы рассмотреть. Космополитен. В общем, мама мне там освободила шкаф. И у нее там в этом шкафу у меня для вещей. Потому что у меня ничего не помещается. И у нее в этом шкафу были журналы. Тут теледва вот эти все старье. Вот. Ну, это так себе. Неинтересно. А вот эта стопка. Это все стопка Космополитена. Она очень любила, я помню. Ну, вот я хочу. Собирала, короче, прям. Я хочу их разложить. Посмотреть. Может даже полистать. Там еще мама нашла кучу всяких плакатов. Моих старых детских книжек. Ну, короче. Дежавю. Дежавю. Нет. Воспоминания. Вот. И теперь розочки такие стоят красивые. Надо сфоткаться. Но сегодня мы ничего не отмечаем. Ничего такого не делаем. Уже завтра я прихорошусь. И пофоткаюсь. Так что вот так. А сегодня. Вообще, Игорь это вчера хотел сделать. Как такой приятный моментик для меня. Это сам налепить пельмени. Он ни разу в жизни своей не лепил пельмени. Не знаю, что у него из этого получится. Если честно. Он вот если что-то хочет. Он может прям рискнуть. Даже никогда не делал. Я как бы в готовке не супер люблю. Как-то неопознанные какие-то блюда делать. Вот. Но могу тоже рискнуть. Он купил сегодня вкусный фарш. Говяжий. И свинина говядина. Вот. И будет перепить сейчас пельмешки. Сказал, сейчас придет. Мама ушла. Чтобы никто не мешал. Он сам сказал, все сделает. Вот. Мне, конечно, вообще супер. Такой от него приятный моментик. Вот. Ну, а завтра уже там посидим. Накроем стол. Ну, по-семейному. В принципе, шесть лет не какой-то юбилей. Но все равно посидим. И я еще думаю, хочу фотосессию сделать. Хочу вообще каждый год на нашу свадьбу как бы вдвоем фоткаться. Мне кажется, это прикольно. Потом пересматривать, какой год мы как выглядели. И у меня же есть фата. Я покупала прошлый год на море. И я хочу опять фотки с фатой сделать себе. Короче, какой-нибудь макияж интересный. Ну, блин. Вот. Еще потому что здоровья не очень. Если бы я себя хорошо чувствовал, может, уже сегодня это все сделала. Но так как состояние такое себе, может, завтра получится. Ну, посмотрим. Я уже думаю, ладно, что нам кто-то прям в этот день обязательно. Думаю, ладно, уже ничего страшного. Сделаю как буду себя лучше чувствовать. Вот. Так что вот такая вот у нас обстановка. Я, кстати, два-три дня не вела влоги. Потому что мы прям реально болели. Сначала я. Я еще в субботу заболела. В воскресенье тоже прибаливала. В понедельник мы приезжали домой. Мне чуть прямо вообще хреново. Во вторник я сильно болела. В среду сильно. В четверг вчера мне стало чуть полегче. Мы готовили вместе. Ничего так. Вот сегодня опять как-то так себе. Короче, блин, уже почти неделю болею. Так что. Но полегче. Горло не болит. В принципе, только отходит мокрота. И сушит. И вот голос ломается от воспаления. А так в основном забит сильно нос. И температура чуть-чуть. Ну, голова. Вот это все-все фигня. Так что вот такая вот у нас обстановка. Хоть немножко с вами побалдали. Пойду монтировать влоги. И делать дела. Мне еще сегодня постирать. Там надо кое-что. Белье вот кучу лежать. Сложить. Короче, есть дела. И вот мне мама теперь освободила шкафы. Мне теперь надо все свое, что мы привезли, перебирать. Смотреть, что мне вообще пока не нужно складывать в коробке. То, что нужно доставать. И как-то все это миксовать, раскладывать. Потому что у меня не так много хранения. У меня вот этот один шкаф. Вверху антресоль. Шкаф для косметики. Где вешу вешалки. И теперь низ мне мама освободила. Так что надо все это компактненько разложить. Так, ну что, Игорь тут начинает. Включил музычку. Будет готовить. Так, а я решила съесть вот такой десерт. Игорь сказал, все, не мешай. Все сам. Я приду, потом поснимаю, когда он уже будет лепить. И риска пришла. Буду есть вот такой десерт и монтировать в ложке. Так, ну что, Игорь, тут уже лепка происходит. Но, говорит, сложно лепить. Я вообще тоже не знаю, поэтому я не советчик. Игорь, говорю, дай тебе сфотку, ты никто не поверит. Да, ну что-то как-то вот такие. Что вы думаете? Игорь, говорит, у меня что-то не очень получается. Может, ты мне поможешь? Короче, стою люблю пельмени, а он будет мясом заниматься. Ну, он чуть-чуть, конечно, сделал. Но здесь видно, да, где мои, где Игоря. Вот это Игоря, мои. Ну, вместе уже лепили. Мне просто форма такая нравится. Короче, делаю. Первый раз в жизни делаю пельмени. Короче, Игорь, по сути, заставил меня это делать. Короче, я запыхалась лепить вот тут. Два часа уже. Ожидание реальности. Вот, налепила сколько? Десят вот такие даже сделала. Это Игорь, который первый я лепил. Это пустышки. И уже варится порсик. Так, ну что, Филис? Нужно есть пельмешки. Тут у нас говядины, а здесь разные. Нужен хлеб. Так, мы с мамой зависаем, смотрим Камзи Клаб. Болтаем. Мам чаёчки все наливает. Давайте вам цветочки покажу. Так распустились. Конфетки Мерси с кокосовой. Новые такие пробуем, вкусные. Так, там мама идёт. Хочу Игоря заснять. А Игорь там, короче, в дублен кататься поехал. А он сидит с великом занимается. Котя, привет. Разобрал велик, там свой что-то делает. А папа у нас в гараже музыку слушает. А я скучаю по тебе.